ДОЛЬШИКОВ БИЙСКОГО ДОЛГОСТРОЯ История этой, больше десяти лет, замороженной стройки в районе Зеленого Клина началась еще в 2007 году. Несколько лет назад в очередной раз здесь сменился застройщик. Однако мечты бичан о квартире с шикарным видом на реку до сих пор не исполнились. Кадры, которые вы только что видели, были сняты нашим операторам чуть больше года назад. Внешнее здание не изменилось. А вот заборчик вокруг объекта подновился. Такой, какая техника на территории все же появилась. То ли просто на хранение поставлено, то ли все-таки когда-нибудь заработает. Нет перемен, по словам дольщиков, и внутри. Правда, попасть в недострой нашей съемочной группе в сопровождении будущих жильцов дома так и не удалось. Дорогу преградил строгий сторож. Да мне какая разница, хоть мэр города. Каза скажет, я пропущу. Я знаю, что в вашей квартире здесь. Я сторож здесь, я работу свою выполняю. Год прошел, ничего не изменилось. Только у сторожа усы выросли, остальное все то же самое. Дом строительный достроенный. Ничего не изменилось. Вот здесь они немного откопали фундамент, переложили этот кабель и все, а внутри никаких изменений. То есть вот как были дыры в полу. Как были, так все осталось. Все так осталось. Не брались даже, не брались. Не брались, ни за что не брались. Только обещания одни. Больше ничего нету. Впрочем, изменения за год все же произошли. Юридически. Изменился статус будущих жильцов дома. Из собственников они превратились в дольщиков. Документально это было закреплено в июле 2019-го. Застройщик, он имеет право на, скажем так, Ну, во-первых, он купил этот объект у предыдущего застройщика. Поэтому он здесь был до заключения договоров долевого участия. Он был на равных правах с нами, как собственники. Ну, после прохождения всей процедуры и оформления договоров долевого участия, он, естественно, стал законным застройщиком, а мы стали дольщики. Ну, понятно, что в этом недостроенном объекте у него значительная доля, доля этой собственности находится у него во владении. Итак, на темпы строительства смена статуса объекта пока никак не повлияла. Зато градус отношений между сторонами в который раз накалился до кипения. Фактически уже прошло полгода с тех пор. То есть, ну, ничего не изменилось. Вы можете посмотреть. То есть, мы... В прошлом году мы здесь были, снимали... То есть, застройщик нам обещал, много что обещал, я думаю, вы прекрасно помните. Но фактически ничего не сделал. Вообще ничего. Поэтому нас, конечно, это все беспокоит. Некоторые дольщики сегодня вообще не пришли сюда. Просто честно скажу, они уже веру потеряли. Потому что они... Ну, они просто махнули на это рукой, понимая, что здесь, наверное, ничего уже не будет. Такими темпами все строить, ну, просто жизни не хватит уже. То проблемы с кабелем, то там проблемы с геодезией. То есть, постоянно проблемы. То есть, ну, я думаю, что при строительстве любого дома возникают какие-то затруднения. Но все их решают. Эти дома строятся, растут города. А у нас уже второй десяток лет этот дом стоит. То есть, и кроме разговоров ничего не происходит. А ведь объект находится на контроле. Мало того, каждый месяц в администрации проходят совещания, на которых обсуждаются текущие проблемы дольщиков. Причем как в их присутствии, так и в присутствии застройщика. По факту разговоров, конечно, там много. Но там и прокуратура присутствует. И присутствует строинспекция краевая. Но дела нет никакого. То есть, какие-то разговоры, какие-то планы составляются, что-то говорим. То есть, ты выходишь оттуда с полным ощущением того, что что-то должно произойти. Но ничего не происходит. Буквально вчера состоялось это совещание, где мы вынуждены были все это согласиться, вся комиссия, что объект находится в замороженном состоянии. И, к сожалению, и строительство не двигается. Согласно федерального закона, вот уже пять месяцев прошло, федеральный закон 214-й, по достижении шести месяцев не проведения строительных работ, объект должен быть поставлен в реестр. Ну, одним словом, принятие мер к застройщику по передаче этого объекта другому застройщику. Там арбитражный, это управляющий и так далее. Еще одно изменение. На заборе появился паспорт дома. На плакате информация о застройщике и дата сдачи объекта. Сентябрь 2022 года. Напомним, что год назад паспорта объекта в принципе не существовало. Зато застройщик смело называл даты сдачи объекта. За какой срок реально дом привести в порядок? Реально? Да. Вот этот дом? Да. Ну, я думаю, что мы в следующем году, ну, пусть отделка у меня тут с отделкой, мы не можем делать отделку, это будет май-июнь, но в июле по всем параметрам мы должны уже его сдать. Однако не то, что сдачи так и не случилось. Оказывается, и поэтапный план ввода объекта в эксплуатацию до сих пор не готов. Оформление документа только производится. На совещании в администрации мы постоянно поднимаем этот вопрос, что застройщик должен нам составить план строительства. То есть, в таком числе он должен сделать кто-то, да, поэтапно. Но он такого не предоставил до сих пор. То есть, вот и к этому, к совещанию, которое было вчера, то есть, он его так и не предоставил. А он присутствовал на этом совещании? Да, присутствовал. Они как бы уже говорят, что, скорее всего, что мы даже его если составим, мы не сможем его придерживаться. То есть, это... По честному говорят, в открытую... Ну, в принципе, да. Впрочем, на все претензии дольщиков у застройщика есть свои аргументы и доводы. Я что не недовольный? Я вам могу сказать, дольщиков мы привели в соответствие, что они стали дольщиками, а не собственниками, которые по закону бы их сейчас снесли, этот дом. И все, они со своими документами входили бы и получали, судились неизвестно с кем. Сейчас есть проект, идет разрешение строительства получено, идут работы. До сентября 22-го года окончание строительных работ. Все это у нас проверяет государственная инспекция. Все отсчеты мы туда скидываем. Мы без государственной инспекции шага не делаем. Отказ в допуске дольщиков в их потенциальные квартиры застройщик пояснил требованиями техники безопасности. Хотя в данный момент в доме работы не ведутся. Кроме того, он сообщил, что никаких собраний с дольщиками впредь проводить не собирается. Всю интересующую их информацию они якобы могут получить на сайте предприятия. На данный момент переделываются ГПЗУ. Потому что я не могу начинать строить, пока я не усилю весь этот подвал. Люди успокоятся уже, я думаю, во вторник. Да, люди во вторник уже успокоятся. Сегодня бригада, которая у меня вышла с садика Воеводская, детский сад. Они уже здесь сегодня были до вас. Смотрели в понедельник, они у меня на базе, что надо, какие вагончики сюда перевозить. Я думаю, во вторник они уже увидят строительство. И кран начнет шевелиться. Ну, вторник-среда, я думаю, так вот. Начинаем вот с этой плиты мы сняли. Начинаем разбирать частичную разборку вот этой секции второй. И пошла кладка. Итак, Александр Казаков очередной раз дал очередное обещание. Он заводит на объект первой строительной бригады. Однако у дольщиков это сообщение радости не вызвало. Они устали верить словам. А все потому, что уже слышали слишком много обещаний. Далее в выпуске. Оплата услуг ЖКХ не услуга, а обязательства. Температура и ответственность. Новости ЖКХ. Банкам могут запретить брать комиссию при оплате коммунальных услуг. В Госдуме готовится законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Сегодня с граждан за оплату обязательных платежей банки взимают от 0,5 до 2%. Причем надбавка берется независимо от того, как совершается платеж наличными, через кассу банка, онлайн или через банкомат. Таким образом, потребители платят фактически двойную комиссию. Во-первых, банку, через которую платят. Во-вторых, банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация. С 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы. Известно, что законодательная инициатива депутатов уже обсуждалась с главой Центробанка и получила поддержку. Роспотребнадзор напоминает о нормах температуры и влажности в многоквартирных домах и ссылается на ГОСТ. В данный момент допускаются два варианта допустимых температур в жилых помещениях. Один применяется в теплое время года, другой в ходе отопительного сезона. Так зимой в квартирах многоэтажек температура не должна опускаться ниже 18 и не подниматься выше 24 градусов. Роспотребнадзор напомнил, что повышенная температура также опасна для жителей. То же самое касается параметров влажности. За нарушение норм температуры и влажности управляющая организация может получить административный штраф по статье 7.23 КАП РФ. Роспотребнадзори также отметили, что за соответствие этих двух параметров нормам отвечают не только управляющие организации, но и сами собственники жилых помещений. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице биского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бисмо город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Биский рабочий» bework.ru. Субтитры создавал DimaTorzok